Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна, моя Россия» впервые была проведена в прошлом году. В этом году в состав ее автора вошла Наталья Ковешникова, орловский искусствовед и члены КАМОС. Она расскажет участникам проекта про орловские усадьбы и их культурную ценность. Я уже довольно давно изучаю орловские усадьбы, и вот к какому выводу я пришла. Сейчас очень мало мест, где можно по-настоящему прикоснуться к нашему прошлому. Орловские усадьбы, вообще старые усадьбы, одни из таких мест. Просветительский и этнографический туризм стал темой онлайн-экспедиции. Проект будет реализовываться в форме онлайн-занятий. Участники послушают лектора, посмотрят презентацию, зададут вопросы. И стоим сейчас напротив жемчужины нашего Орловского края. Это музей Ивана Сергеевича Тургенева. И непременно, конечно, посетив его, нужно отправляться в Спаское-Лутовиново. Государственный мемориальный природный музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева. Ну и оттуда, поняв все про усадебный мир, ехать дальше, смотреть и усадьбу Новосильцевых на Воине, и посещать Волково, которое связано с именем Фета. Ну и дальше, куда надо ехать, я, наверное, расскажу из своей онлайн-лекции. Пускай все послушают и проложат себе эти маршруты. Своей целью Наталья Ковешникова видит привлечение туристов, особенно молодежь, на Орловскую землю. Стоит отметить, что сфера туризма в нашем регионе сейчас активно развивается. Не так давно стартовал второй грантовый конкурс от Ростуризма. В прошлом году из 15 заявок от нашей области 3 были поддержаны, и в регионе появилось 2 глэмпинга. В этом году заявок стало больше. После пандемийного времени начались неопределенные сдвиги с точки зрения отношения к туризму населения нашей страны и нашего региона в частности. То есть сейчас и ранее наш регион воспринимался только как объект или регион, в который на выходной можно приехать, во какие-то туры, то на текущий момент большинство даже моих знакомых и вообще жителей других регионов, тем более соседних регионов ЦФО, приезжают, могут приехать на один день и посетить различные места, которые у нас есть в регионе. По данным Федерального агентства по туризму, число туристских поездок по Орловской области к 2030 году должно увеличиться почти в 4,5 раза. Ирина Титова, Андрей Борискин, Алексей Нескин, Телеканал Первый областной.